Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Коротко о главных темах. Я никогда не думала, что у меня ребенок будет жить в таких условиях. Коммуникации отрезали, про жильцов забыли. Почему аварийный барак остался без тепла и света? Я являюсь также выпускником программы «Флекс» и «Челезис Экченич», которая поддерживалась в Куздебовом Соединенных Штатов, еще в школе. На благо науки или на службе Ее Величества? Для чего европейские университеты бесплатно обучают сибирских студентов? В данном случае розготерапия выступит мне наказом. К примеру, по утрам делать зарядку и тратить больше времени на себя. Розги вместо таблеток и диагностика по радужке глаза. Какие необычные методы лечения предлагают новосибирские врачи? Учитель-путеводная звезда. Под таким девизом сегодня прошло чествование новосибирских педагогов. Праздничное мероприятие прошло в Театре «Глобус». Лучшим представителям профессии вручили областные и федеральные награды. Николай Сальников подробнее. Больше 25 тысяч педагогов Новосибирской области сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Успехи наших преподавателей уже давно заметны на федеральном уровне. За всю историю конкурса лучших учителей России 635 новосибирцев удостоились премии учителя-новатора. Не исключение и нынешний год. Сегодня мы выходим, я думаю, на новую траекторию развития образования Новосибирской области во всех ее направлениях. От начального звена дошкольного образования до самой высшей школы, которая широко представлена на территории Новосибирской области. Конечно, 19 педагогов – это особенность. Мы так много никогда, педагоги Новосибирской области, не были номинированы на высшее признание федерального уровня как лучшие педагоги Российской Федерации. В преддверии Дня Учителя Московский Центр Непрерывного Математического Образования опубликовал ежегодный рейтинг российских школ. В топ-500 вошли сразу 12 образовательных учреждений Новосибирской области. Это большой успех самих педагогов и весомый вклад региональных властей. Тенденция такова, что учитель постоянно находится в поиске. Профессиональный поиск, профессиональное изменение. И мы сегодня не случайно акцент делаем на повышение престижа учительской профессии, очень педагогической профессии. Это подтверждается и бюджетом. Пятая часть бюджета региона направляется в отрасль образования. Помимо региональных и федеральных премий, сегодня пяти педагогам были присвоены звания «Почетный работник образования Новосибирской области». Такой высокой оценки удостоились преподаватели из Новосибирска, а также из Тогучинского, Карасукского и Кыштовского районов. Николай Сальников, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Делегация Новосибирской области сегодня принимает участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в Москве. На ней подведут итоги 19 отраслевых конкурсов. И сибирские хозяйства претендуют на победу в нескольких номинациях. Напомню, аграрии нашей области завершили уборку одними из первых в стране, а показатели по многим отраслям выше общероссийских. Выставка продлится три дня, в течение которых представят более 200 региональных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Когда вечер при свечах, это не романтический жест, а ежедневная практика. В редакцию новостей ОТС обратились жители дома по улице Мира в Кировском районе Новосибирска. Их трехэтажку признали аварийной, все коммуникации отрезали, а о жильцах забыли. В итоге люди остались без света и тепла, а недавно в довершении ко всему в здании случился пожар. Александр Куршев продолжит. Я никогда не думала, что у меня ребенок будет жить в таких условиях. Маленький Александр каждый день видит слезы матери, успокаивает, а затем включает фонарик и делает уроки. Спят в одежде вместе, чтобы не замерзнуть. Температура в комнате днем не превышает 5 градусов. Горячей воды нет, у ребенка толком не помыть. Сейчас света нет. Как в школу ходите? Вот так вот уходим, утром встаем, он у меня умывается, я ему подогреваю, у меня термос. Я хожу в соседние дома, беру кипяток, ребенка умываю, собираю и в школе он у меня питается. Пока корреспондент УТС брали интервью, в коридоре ветхого барака собрались люди. Они собственники недвижимости в доме. У кого-то на первых этажах магазины, аптеки. Представьте, все это работает под скрипящими конструкциями 72-летнего строения. Андрей Яровой здесь торгует продуктами. Считает, что кому-то очень выгодно, чтобы они отсюда уехали. На днях на верхнем этаже случился пожар. Местные думают, был поджог. Выживают нас отсюда, выживают. Я считаю, что поджог этот непросто. Что меня об этом предупреждали. Татьяна Ивановна Береза, старшая по дому. Лично тушила огонь до приезда пожарных. Считает, что была очевидцем преступления. Начала подниматься, гляжу, такая гарь идет. Как будто подожгли нефть или что там такое, бензин. Наткнулась на мужчину. Он шел, я его лица не видела. Он меня просто оттолкнул и бежал на улицу. Хотели его задержать? Конечно. Он меня ударил по руке и убежал. Со слов Татьяны, сотрудник МЧС тоже склоняется к версии поджога. На момент возгорания верхние этажи были обесточены. Сейчас экспертная комиссия занимается расследованием. Странности в другом. Руководство управляющей компании, у которой на балансе дом, после ЧП даже не попыталось оценить степень ущерба. Почему нет тепла? Создаем вопрос младшему инженеру аварийной службы. Я вообще не собираюсь в управление езжать. Там все вопросы... Вы ознакомились с документами? Да. Что здесь сказано? О чем? Мне вот это вот... Мне будет сказано сделать, я сделаю. Тот же вопрос задаем старшему инженеру. Чтобы подключить систему отопления, нужно решить не с нами, а с управляющей компанией Спасдом. Мы же не заведуем финансами. В здании, где заведуют финансами, у корреспондентов ФТС попросили полчаса, чтобы решить вопросы с отоплением. Сначала в приемную директора пригласили собственников жилья. Затем нас. Сегодня произошла авария. Мы обязаны людей обеспечить теплом. И, конечно, мы будем принимать меры. Просто сейчас делаются замеры. Считать ущерб, а то потом. Сначала сейчас нужно устранить аварию. Все-таки она будет устраняться? Конечно, она будет устраняться. Сколько еще семья Коньковых будет спать в одежде и делать уроки при свечах, неизвестно. Но даже если в квартиры ветхого дома вновь поступит тепло и свет, вопрос безопасности и их здоровье остается актуальным. Чтобы они нам новое жилье дали. Александр Куршев, Алексей Погодин. Новость УТС. В ожидании переезда из аварийных домов живут и 24 семьи в северном районе области. Их нынешнее жилье было построено еще в середине прошлого века. И десятилетие капитально не ремонтировалось. Впрочем, как заверяют местные администрации, ждать людям осталось недолго. И уже вскоре северяне получат ключи от квартир в новом доме. С будущими новоселами познакомилась Елена Кинт. Не закрывается. Не закрывается, конечно, что в угне оно закроется, если оно туда не пускает. Стена хоть песила, хоть не сила, но все равно не лезет, подымается их. А там все гнило и мокрое. Стены играют. Каждую весну в подполе вода. Валентина Ивановна в этой квартире живет 30 лет. Жилье получала как работник нефтеразведки. Тогда это был хороший дом. Но с годами превратился в барак. Пол уже два раз меняли на кухне. И печку тут сложили. Фундамент уже весь рассыпанный. Под окнами все сгнившее. То самое ниже, она больше стоит, дольше вода. И вот он совсем уже до полу дошел. Дальше падать его некуда. Даже охотник не может везти в дырку, потому что прижато. Таких домов целая улица. Строили как временное жилье. В 2011 году признали аварийными. Впрочем, собирать штукатурку на полу осталось недолго. Валентина Рязанова вместе с соседями переедет в новое благоустроенное жилье. За три месяца сделали фундамент. Два этажа полностью с перекрытием. Третий этаж начали. До 20-го числа где-то планируем третий этаж закончить. И в 20-х числах кровлю уже начинаем делать. На строительство дома только из федерального бюджета выделили 30 миллионов рублей. 2 миллиона 680 тысяч добавила сельская администрация. Дом, построенный по программе для переселенцев, в районе 2-й. Изношенность муниципального фонда на 1 января 2010 года составляла 48 квартир. Вступив в программу по переселению из аварийного и ветхого жилья, мы построили один дом на 24 квартиры и завершаем строительство второго дома, тоже на 24 квартиры. То есть потребность будет полностью закрыта. Построить второй дом районные власти рассчитывают также быстро. До конца года раздадут ключи. А долгожданное новоселье Валентина Рязанова отметит уже весной. Елена Кинт, Николай Подскрёбышев, Андрей Ильдеров. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. По инициативе госкорпорации Федерального министерства ЖК строится разработанные стандарты. Питает она очень-очень плохо. И также, как вы видите, у нее нет хвоста. Сейчас пошла северная утка, и основная часть охотника здесь находится на болотах. Срочно нужно ехать? Или поездка уже запланирована? Звони 355-1010 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бесплатное образование за рубежом. Сейчас в нашем регионе действует несколько программ по обмену учащимися и преподавателями. А некоторые страны и вовсе готовы абсолютно безвозмездно обучать наших студентов. Для чего, выяснял Андрей Баев. Новосибирский государственный университет. Альмаматор многих известных российских деятелей. В аудитории студенты и выпускники вуза. Слушают представителя британского посольства. Господин Уртуисен Дюн рассказывает о стипендиальной программе «Чевенинг». Условия удивляют. Английские власти берут на себя все. Оплачивают перелет, обучение, проживание. Еще и наличные расходы деньги дают. И все это, по словам представителей британской дипмиссии, абсолютно безвозмездно. У некоторых слушателей возникает логичный вопрос. Вы действительно верите, что Великобритания безвозмездно, безкорыстно, готова оплачивать, финансировать российскую молодежь? Я действительно в это верю. Более того, я являюсь, если вы говорите, вы говорите про меня, я являюсь также выпускником программы «Флекс» «Чевенинг», которая поддерживалась в Куздеку Соединенных Штатов, еще в школе. И я действительно верю, что программы обмена отсутствуют для того, чтобы не то, чтобы вырубывать людей и потом следить за их развитием и выстраивать калорийные связи, а для того, чтобы дать возможность людям общаться между собой, для того, чтобы выстраивать связи и развивать обе страны. Так или иначе, сегодня у России с Великобританией политические отношения, мягко выражаясь, натянутые. Но при этом количество наших студентов в программе «Чевенинг» хотят увеличить. А значит, готовы платить немалые деньги за обучение граждан той страны, против которой сами же ввели санкции, в том числе научно-производственные. Гости уверяют – никакой политики. Программа абсолютно неполитичная. В России она работает с 90-х годов, в разные периоды взлетов и падений в отношении наших стран. И даже тот факт, что сегодня отношения между Россией и Англией вновь не столь радужные и прекрасные, мы хотим увеличить число студентов из вашей страны из-за важности России на мировой арене. Это говорит о том, что программа неполитична. Она выстраивает отношения между образовательными учреждениями в Великобритании и студентами. На самом деле, говорят эксперты, многие из подобных программ – это не только социальный опыт и сертификат. Участники проекта возвращаются с определенными представлениями о мире. Люди, по большому счету, которые получили там образование, получили какой-то там социальный опыт, они оказываются, безусловно, критиками российской ситуации. И они практически в любой ситуации выступают как раз как разрыватели шаблонов, что ли. У нас здесь на самом деле плохо, на Западе хорошо. Нам необходимо перенимать западные ценности, западные институты, ориентироваться во всем на Запад. Слова профессионального политолога подтверждают и те, кто уже вернулся на родину после обучения. Больше для меня интерес вызывал именно языковое. Мне хотелось усовершенствовать свой английский язык. Мне хотелось попрактиковаться и понять, насколько интересно жить за рубежом. И складывается впечатление, что там комфортнее жить и качество жизни там лучше, чем у нас, чем в России. Интересно, что в некоторых программах, в том числе и чевенинги, которую так расхваливают британцы, обязательное условие возвращения назад в свою страну. При этом России не хватает собственных образовательных проектов, уверены профессионалы, чтобы создавать политическую элиту у себя в стране. Необходимо обращать внимание о том, что если мы продвигаем процесс евразийской интеграции, нам необходимо теперешнюю молодежь, которая завтра будет элитами, учить здесь и организовывать подобные ассоциации. Вот эти ассоциации, подобные контакты, подобные взаимодействия, потому что сегодня они учатся в ВУЗе, а завтра они принимают решения. Конечно, не все предложения о зарубежном образовании с политическим оттенком. Но когда госбюджет западной страны готов вкладывать в молодых россиян сотни тысяч долларов, как-то не верится в высокие бескорыстные цели. Уж слишком это напоминает русскую поговорку «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Андрей Баев, Алексей Погодин, Новости ОТС. Сантехники, сварщики и электрики. Дефицит таких специалистов сегодня наблюдается в сфере ЖКХ. Что нужно менять в системе подготовки кадров и готова ли молодежь работать по специальности? Эти вопросы в Новосибирске обсудили педагоги, коммунальщики и чиновники в рамках Всероссийского совещания по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством. Подробности у Ксении Бородкиной. Николай, студент первого курса, пошел учиться по направлению мастер ЖКХ. Профессия универсальная. И сантехник, и сварщик, и электромонтер. Уверен, так он сможет помогать людям и никогда не останется без работы. Ну, потому что, когда у нас достаточно востребованная профессия будет, она уже сейчас востребованная. Потом, ну, естественно, тут, конечно, потом в будущем было хорошо платить. То есть я буду всегда обеспечен работой. Востребованность рабочих специальностей повышается с каждым годом. Сегодня в Новосибирской области почти 800 управляющих компаний. Это несколько тысяч сотрудников. Но, как показывает статистика, большинство руководителей не имеют профильного образования. Эксперты уверены, задача на сегодня организовать системную и качественную подготовку сотрудников. Для этого в регионе создано больше 20 ресурсных центров, где можно познакомиться не только с теорией, но и поработать на специализированном оборудовании. Конечно, большая будет работа в том, что и очень много уже заложено в Новосибирской области, именно то, чтобы специалисты обучались и шли в центры, которые подтверждают компетенции, чтобы, так сказать, сдавали экзамены или собеседования или что, чтобы действительно мы получили грамотных специалистов. Не шутка. Мы все думаем, что как-то жилищно-коммунальное хозяйство – это что-то не так. Это 2,5 миллиона работающих, 2,5 миллиона. Это 4,5 триллиона рублей денег, которые собирается и обращается в этой сфере. Подготовка специалистов для сферы ЖКХ вопрос актуальный его решением задались на федеральном уровне. Разработаны новые профстандарты системы повышения квалификации. Сейчас к обучению планируют привлекать управляющие компании, формировать заказ от работодателя. Еще одно новшество. Уже в ближайшее время будет добавлено несколько специальностей. По инициативе госкорпорации, федерального министерства ЖКХ строятся разработанные стандарты. Именно специалисты по управлению, эксплуатации, обслуживанию многоквартирного дома и менеджмент в ЖКХ. То есть вот наконец-то это пришло. И вот теперь у нас есть у всех три года. Вот именно три года. И стартовать надо в 2017 году, чтобы, допустим, в 2019 году сделать первые выпуски. И к этим выпускникам мы должны подготовить то, куда они придут. Они должны прийти на тот самый, в кавычках, фронт экономический. Выпускники сегодня не спешат идти работать по профессии. Такое решение принимают лишь 12%. Для многих камень преткновения – это зарплата. 15 тысяч для молодого специалиста – это мало. Эксперты считают, нужно создать управляющую компанией нового образца, в которых будут работать специалисты. И система распределения коммунальных платежей между специалистами высшего и среднего звена станет более понятной. Работы в этом направлении уже начались. Ксения Бородкина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Узнать о состоянии своего здоровья по радужке глаза, отведать лечебного меда или заняться гимнастикой ЦИГУН. Сегодня в Новосибирске стартовала выставка современных медицинских технологий. Ее организовали в рамках декады пожилого человека, но ждали всех желающих. Проверил свое здоровье и мой коллега Борис Киргенеков. С самого утра полный зал гостей. Пришли не только пожилые новосибирцы, все, кому небезразлично здоровье. Вот стенд «Ирида-тестирование». Специальный аппарат по радужной оболочке глаза может оценить состояние внутренних органов. Все завязано на нервных окончаниях. Изменения в организме отражаются в глазах. Именно поэтому зрачки меняют свой цвет с возрастом. Говорят, что глаза – это зеркало души. Но здесь на выставке специалисты одной из компаний могут по глазам определить зеркало организма. Сейчас сделаю фотографию радужки моих глаз, а специалист по «Ирида-тестированию» Яна Кашкарева озвучит мне результаты. Ну, что мне нужно делать? Необходимо сделать правильный слой. Необходимо начали правым глазом сюда смотреть, потом левым, в очередности. Теперь также левый. Корни «Ирида-тестирования» уходят еще во времена Древнего Египта. Современные аппараты, по словам специалистов, позволяют довольно точно узнать, как работают органы человека – от поджелудочной железы до сердца. Из представленных микроэлементов у вас в дефиците только йорк. Мы понимаем, что мы живем в домической рамке, поэтому морепродукты, выезжать почаще на море, и, соответственно, питание, ну и пропивать микроэлементы обязательно два раза в год, весна-осень, сейчас осень. Что касаемо непосредственно работы каждого органа, учесть ваш молодой возраст, организм у вас справляется. На выставке есть и альтернативные способы лечения. Самая зрелищная и вызывающая вопросы – розготерапия. Ее приверженец Герман Пилипенко уверяет, что с каждым ударом он помогает человеку справиться с проблемами в жизни. Если что-то человек не дострадал, мы говорим, приходите к нам, мы ему поможем дострадать, и покончить с этим, чтобы не было пожизненнострадальческого лица. Также, если что-то не доплакали, приходите, мы вам поможем доплакать, чтобы не было заплаканного лица. Мы как бы прорабатываем те эмоции, которые человеку мешают реализоваться. Поговорив с Германом, мы решили, что я слишком много времени трачу на работу, много устаю, и в данном случае розготерапия выступит мне наказом. К примеру, по утрам делать зарядку и тратить больше времени на себя. Ну, начнем экзекуцию, так скажем. Пожалуйста. Герман Пилипенко пациентов не жалеет, бьет со всей силы. После каждого подхода уверяет, что справляться со стрессом будет легче. По словам народного целителя, для настоящего эффекта нужна десятиразовая терапия. Может, кому-то такая экзекуция и помогает в жизни, но журналисты ОТС не уверены, что есть эффект от процедуры. А вот комплекс упражнений, польза которого доказана тысячелетней историей. Цигун – практика буддистских монахов. Плавные движения и правильное дыхание лечат и душу, и тело. А этажом ниже Владимир Богатырев легкими прикосновениями рук помогает избавиться от морщин. Этот вид мануальной терапии называется остеопатия. Специалист давит на определенные мышцы точечно. Давление не превышает десяти граммов. Все делается мягко, руками, без всяких усилий, без инвазий. Воздействуем на мимические мышцы лица, стимулируем их, и они приходят в нормотонус. В результате этого растягиваются морщины, разглаживаются, улучшается обмен жидкостей, улучшается питание, и люди становятся лучше. Выставка «Продлить жизнь» будет проходить до 7 октября. Так что поправить свое здоровье новосибирцы успеют. Борис Киргенеков, Алексей Баженов. Новости ОТС. И в продолжение темы в мегаполисе прошел пятый съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока. На него съехали специалисты не только со всей России, но и за рубежа, чтобы узнать о достижениях современной российской и зарубежной медицины, поделиться успехами как научными, так и практическими, а также просто пообщаться с коллегами. Подробнее Наталья Цопина. Новые модели амбулаторного приема, заболевания органов дыхания, современные возможности лечения сердечно-сосудистых патологий. Горячих тем столько, что обсудить их двух дней не хватит. Большинство врачей собрались на съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока. Сибирь всегда была, и особенно Новосибирск, очень крупным научным центром, медицинским центром. И на этой основе качество оказания медицинской помощи по тем данным официальным, которым мы располагаем, оно достаточно высокое. Мы отработали и отрабатываем схему профилактики, а профилактическая направленность – это основная направленность здравоохранения Российской Федерации. Мы отрабатываем новые подходы к диспансеризации, а также у нас успешно развивается и реабилитация. Одна из наиболее актуальных тем – сезонное обострение ОРВИ. Разработчики препаратов, фармакологи и врачи проблемы обсуждают с разных сторон, чтобы вспышку вирусной инфекции пациенты перенесли как можно легче. Симпозиум, посвященный острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу, подготовит врачей, которые присутствовали, к предстоящему сезону. Современные препараты, новые схемы лечения. Однако медики напоминают – не забывайте о прививке. С ней не так опасен даже гонконгский грипп, о котором так много говорят в последнее время. Антитела к нему включены в вакцину этого года. Впрочем, варианты профилактики возможны разные. Главное – проконсультироваться с врачом. Профилактика может быть разная. То есть это могут быть и индукторы интерферонов. Но чаще всего и рациональнее использовать препараты прямого противогриппозного действия. Если мы говорим с вами о нашем отечественном препарате – это орбидол. Ну и по последнему, 15-го года рекомендациям лечения больных гриппом взрослых больных – это темифлю препарат. Хотя специалисты Всемирной организации здравоохранения настаивают на том, что осельтемивит, тот самый темифлю, в качестве профилактики не используют, только для лечения. Еще одна важная тема – непрерывное медицинское образование. Обучение медработников теперь будет проходить по-новому, чтобы врачи всегда были в курсе последних научных достижений и достойно представили страну на Всемирном конгрессе терапевтов, который впервые пройдет в России в 2022 году. Наталья Цопина, Алексей Погодин, Новость ОТС. Повысить уровень экологического образования и, возможно, в перспективе внедрить новые технологии в регионе. В Новосибирске проходит Международная школа молодых ученых. Почему специалисты из разных стран собрались в столице Сибири и каких тем коснулись, расскажет Елена Мершниченко. Это конюк «Саншайн» из вида «Естребинах». В центре реабилитации он поступил примерно два месяца назад. Сбила машина. Перелом правого крыла со смещением. За счет этого птица как бы не может вернуться в природу, потому что летает она очень-очень плохо. И также, как вы видите, у нее нет хвоста. Потому сейчас конюку ищут хозяина. В дикой природе он обречен на смерть. К сожалению, такая судьба, говорят волонтеры, у 40% подопечных. В центре реабилитации еще десяток хищных птиц. Чаще всего они страдают по вине человека или врезаются в высотные здания. Приносят в центр их обычно сами жители города и области. Там их лечат и готовят к выпуску в дикую природу. Или как конюку ищут дом. Работы, признаются, волонтеры много. Только за этот год в центр поступило 90 подопечных. И сезон еще не закончился. У нас сейчас пойдут совы, длиннохвостые, неясыти. И также другие виды птиц, которые зимуют у нас. И также сейчас к нам поступает очень много птиц, которые не смогли улететь на зимовку. То есть у нас коршуна недавно принесли, который не смог улететь. Сейчас все подопечные живут с волонтерами. Это крайне хлопотно и неудобно. Птица в вольере быть не может, а ходит свободно по квартире. Скоро центр ожидает переезд. Основной модуль центра реабилитации находился в городе Бердске. Сейчас мы переезжаем в Академгородок. И нам очень нужны волонтеры для прогулок, для содержания, для помощи в уходе за птицами. Сегодня в Новосибирске общественников, неравнодушных к судьбе окружающей среды, становится все больше. Питомники для брошенных собак и кошек, организации, которые борются с мусором. И в целом охране окружающей среды уделяют все больше внимания. В этом году в Новосибирске даже организовали школу для молодых ученых, работающих в области экологии. Например, говорят о продуктовой безопасности. Как обезопасить поля и сады от вредных веществ. Сельскохозяйственная продукция загрязнена. Поэтому не должна поступать на стол человека сельскохозяйственная продукция, в которой накапливаются какие-то полютанты. Главная цель международной школы, говорят организаторы, повысить уровень экологического образования. Здесь 19 ученых из 7 стран. Германии, Болгарии, Македонии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и России. Экологическое мероприятие подобного масштаба впервые проходит в Российском университете. Несколько новосибирских вузов совместно с учеными САРАН выиграли грант Российского научного фонда. Такая школа будет работать и в следующем году. В планах организовать и международную конференцию. Елена Мирошниченко, Сергей Жданов, Новости УТС. Другим темам. Народный контроль в действии. Энергетики подвели первые итоги работы специального приложения, заработавшего на официальном сайте СИБЭКа летом этого года. Это информационная система для оперативного решения вопросов, связанных с теплоснабжением и благоустройством Новосибирска. О том, как оставить заявку и насколько быстро устранят неисправность, расскажет Алья Арзаева. На сайте энергокомпании достаточно выбрать нужный пункт, описать проблему и отправить заявку. Через несколько минут ваше сообщение получат специалисты. За первые три месяца работы сервиса энергетикам поступили больше 200 обращений. 40% связаны с повреждением придомовых территорий после ремонтных работ на теплотрассах. Еще несколько дней назад на этом участке вместо асфальта лежала щебенка и не было части бордюра. Это не только портило внешний вид двора, но и мешало проезду автомобилей. Срок устранения таких неполадок до 10 дней. Здесь справились за 4. Второе место в списке обращений замечания по внешнему виду трубопроводов. Теплоизоляция этих труб была в удручающем состоянии. Порванная сетка, торчащие куски стекловаты. На такие работы обычно уходит от 10 дней. Но и здесь, как мы видим, справились досрочно. На третьем месте отсутствующие или поврежденные крышки люков. Этот люк находится на газоне, но если бы открытый колодец располагался на тротуаре, то представлял бы реальную опасность для горожан. Благодаря бдительности прохожих новую крышку установили в считанные часы. Энергетики уверены, чем своевременнее жители будут обращаться в народный контроль, тем оперативнее специалисты устранят неисправности. Алия Арзаева, Борис Глаких и Алексей Баженов. Новости ОТС. Нет истории, нет государства. После нескольких месяцев реэкспозиции сегодня открылся Музей связи Сибири. Уже в качестве государственного публичного музея. В его фонде более 5000 экспонатов. Пять дней в неделю жители и гости города могут знакомиться с историей развития технологий связи. Алексей Кузьмин продолжит. Экспонаты, которые собирали работники музея долгие годы, теперь под государственной охраной и включены в Музейный фонд Российской Федерации. Когда мы открываем именно филиал Государственного Кровейского музея, я считаю, что это государственный подход именно к реализации памяти, истории, отношения к своему государству, отношения к своей области, отношения именно к связи. Более 5000 экспонатов. История некоторых начинается с 1903 года. Например, телефонный кабель и столб, по которому проходили коммуникации. Не все предметы достались музею безвозмездно. Телевизор КВН 1949 года выпуска приобрели за 10 тысяч рублей. Радиоприборы, видеокамеры, первые телефонные аппараты и современные спутниковые антенны. Экспозиция отображает, как развивалась связь в Новосибирской области. Барышня, соедините меня, пожалуйста, с телеканалом ОТС. До 30-х годов абонентов соединяла телефонистка. А затем в 60-е годы в Новосибирске стали появляться автоматические телефонные станции декадно-шаговой системы. Ну а сейчас, в 2016 году, достаточно достать телефон из кармана, набрать желаемого абонента и поговорить с ним из любой точки планеты. Для Нины Алексеевны музей связи больше, чем коллекция экспонатов. Здесь бывшие работники городской телефонной сети изучали основы компьютерной грамотности, слушали лекции, проводили мастер-классы для школьников. То, что он остался, и то, что его соединили с другим музеем, мы очень рады, что будет куда людям приходить, нашим, потому что музей связи, в общем-то, люди полюбили. Музей связи Сибири будут пополнять новыми экспонатами. Основная цель – сохранить предметы коммуникации и вещания с многолетней историей. Алексей Кузьмин, Олег Сурков, Новости ОТС. Пока одни бьют дичь, другие стреляют по тарелочкам. В Качковском районе прошли межрайонные соревнования по стендовой стрельбе среди охотников. Кто оказался самым метким, расскажет Яна Рагуля. Три этапа. На каждом по две попытки. Задача участников соревнования – попасть по шести тарелочкам. В среднем – два-три попадания. Есть и мастера своего дела. Андрей Мельников расстрелял все шесть, плюс одну тренировочную. Чистая случайность. Как на охоте – чистая случайность. Ветер вот сегодня такой мешает, нет? Ну, так-то да. Ветер сильный. Ну, видать, не помешал. А еще на результат влияет правильно подобранное ружье. У Александра Бледных тоже шесть попаданий. Говорит, все благодаря тому, что стрелял именно из двустволки. Лучше видать мишень. Из двустволки? Да. С горизонта толкется. Лучше видать. В соревнованиях принимали участие около 50 человек. Представители Качковского и Краснозерского районов. Ожидали больше. Но в разгар сезона охоты смогли приехать не все. Сейчас пошла северная утка. И основная часть охотника все здесь находятся на болотах. Вот с вчерашнего вечера поуезжали, ночуют там. И вот на утренней зорке так еще не приехали. Созванивались они, и все еще находятся на болоте. Всего в этот день участники сделали около 700 выстрелов. В командном зачете первое место завоевали охотники из Быструхи. На втором – представители Кочек. Третье место у команды из села Новоцелинное. Победители наградили не только медалями, но и палатками, спальными мешками и портативными газовыми плитами. Такие подарки уж точно пригодятся охотникам. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новосибирск. Новосибирск. Здравствуйте. В ближайшие дни циклон, который движется с Урала, затронет и Новосибирскую область. Вместе с ним начнутся дожди, с мокрым снегом усилится ветер. 6 октября по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 27 метров в секунду, влажность 59%. Температура ночью минус 5,7, днем плюс 5,7. В последующие 2 суток ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в пятницу днем плюс 5,7, субботу плюс 4,6. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!